На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Экстрасенс, например, помог в расследовании уголовного дела или помог найти человека, который считался пропавшим в безвести? Как реагировать? Вы знаете, я знал и человека лично, который помог найти пропавшего человека. Я знал лично человека, который помогал и помог в расследовании уголовного дела. Один из них, я так буду образно несколько выражаться, бодил руками по карте и говорил, вот он здесь находится, этот пропавший человек. И действительно, его там нашли. И действительно, нашли преступника. Так откуда эти неординарные способности? Как на это реагировать? Будто я раньше так же не знал, как на это реагировать. И вот когда одного из них я спросил, слушай, а как это у тебя так получается? А знаете, что он мне сказал? У нас у каждого есть инструктор. Вот там. Так пальцами показал вверх. Инструктор. Но я тогда думал, ангелы божии, наверное. Да нет. Вот это демон и инструктор. Поэтому демоны знают очень и очень многое. Сообщаются они между собой мгновенно. Мгновенно. Это, знаете, как мысль. Вот я сейчас здесь смотрю в камеру, да, смотрю, мое лицо к вам обращено. А вот сейчас я в это мгновение уже мыслями нахожусь совсем в другом месте. Видите, мгновенно. Вот духи, они также мгновенно перемещаются, мгновенно сообщаются между собой. Поэтому они все прекрасно знают. А дары вот эти подобные, и не только эти, исцеление и так далее, не буду даже перечислять, это все равно источником этих так называемых неординарных способностей является духи нечистых. То есть бесы, демоны. Обобщая, говорю, сатана. То есть противники наши. Человека-убийцы от начала. И они вам действительно скажут, что у вас точно болит. По диагностику сделают даже без всяких ручоночек. Скажут, тут у вас болит здесь, у вас больная печень, у вас там гастродиоденит и так далее, и так далее. А откуда это знание? А вот от этих демонов, которые поселяют в человеке, человек с ними соединяясь. Вот так же, когда ум человеческий соединяется со Словом Божиим, а значит, с Богом, человек такой, а это наши святые, обретает знания, которые есть Боги, которые Бог ему открывает. И Бог дает таким нашим святым, и дары исцеления людей, и прозорливости. Да, они даже мысли видели, бесы мысли видеть не могут. Они могут только загадываться, угадывать. Ну и дьявол тоже многое знает и многое может дать человеку, подсказать ему. Просто открывая человеку, что да, это тот, который вы ищет, он вот там находится. Просто появляется в голове мысль. Вы же знаете выражение «классная мысль пришла в голову», или там «всякая дрянь в голову лезет». Так вот, видите, все время эти оба выражения говорят о том, что откуда-то извне приходят в нашу голову вот эти мысли. Так вот, источником этих мыслей-то либо Бог, либо дьявол является. И дьявол хочет занять место Бога. И всегда поэтому он действует под благовидным предлогом. И люди начинают доверять. А еще человек говорит «да, у меня дар от Бога». Обкладывает себя иконами, посылает вас в церковь исповедаться, причаститься. И даже сами это делают. А на самом деле их отец дьявол. И они исполняют похоть его. Так говорит сам Христос. И он скажет таким людям «Уйдите от меня, проклятые, не знаю вас». А ведь они ему что будут говорить? «Не твоим ли именем мы изгоняли бесов, да? Исцеляли болезни. Находили пропавших, расследовали уголовные дела». Он скажет «Нет, идите от меня, проклятые, не знаю вас». Поэтому как реагировать? Надо знать, понимать. Если хотите, просто принимать на веру, что эти люди не от Бога имеют эти способности. Вроде бы, да, похоже на наших святых, но подделка. Святость она не в дарах, которые дьявол может дать и дает. Она совсем другом в любви. По-другому узнается от Бога или от дьявола. Ну, понятно, что человек, не знающий святоотеческого нашего учения, Писания, священного предания, не пребывающий своим умом, то есть своими мыслями, единым с Богом, обязательно ошибется. Поэтому поверьте, что на это реагировать надо очень просто. держаться от всего этого подальше и не верить. Потому что сатана правду говорит, да, правду, только для того, чтобы увлечь, чтобы ему начали доверять, и чтобы потом самым дьявольским образом вас обмануть и увлечь в погибель. Только для этого он делает с виду благое дело, чтобы привести вас к погибели. Поэтому не верьте никаким целителям. Не буду, в общем, перечислять, уже говорил об этом. Относитесь спокойно, знайте, что это от дьявола, и сами старайтесь дружить с Богом. Это главное. А все остальное пусть остается в стороне. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...